На улицах Алги сегодня было особенно многолюдно. Со слов местных жителей, такую картину здесь можно наблюдать только по особым случаям. И сегодня именно такой. Ведь в город с рабочим визитом приехал не просто депутат мажориса парламента, а земляк-октюбинец Ерген Душаев. В центральной районной больнице яблоку негде упасть. Люди решают свои повседневные проблемы со здоровьем. В очередях много молодых мам на руках с грудничками и малышей дошкольного возраста. Такая ситуация объясняется тем, что в настоящее время в ЦРБ не хватает детских специалистов – окулистов, лоров, эндокринологов. Руководство надеется, что это вопрос времени. Тем более, что будущих коллег есть чем заинтересовать. Пополнение идет. В прошлом году мы приняли двух специалистов и обоим дали квартиру. Одному дали в городе, а одной выкупили квартире в Ушкудухской врачебной амбулатории. То есть там второго врача посадили, купили квартиру, дали подъемную. То есть на селе и вообще на участках села проблем нет с приобретением жилья, подъемными. То есть заинтересовать специалистов. И у нас полная укомплектованность с кадрами населения на врачебных участках. Население города численностью около 20 тысяч человек. Сегодня обслуживает порядка 50 врачей и около 200 медсестер. Работает стационар на 80 коек. Практически ежегодно обновляется медоборудование. Правда, есть у главврача, отдавшего 38 лет жизни Алгинской ЦРБ, несбывшаяся мечта. Здание давно не видело капитального ремонта. Эти и другие пожелания персонала столичные гости обещали взять на заметку. Во-первых, на сегодняшний день нет проблем с лекарствами. Значит, нет проблем даже с госпитализацией. Сейчас госпитализируются те, у которых есть показания госпитализации. И решает этот вопрос врач-специалист. Значит, или в районную больницу, или в областную, или в республиканские центры по высоко специализированной помощи. Этой проблемы нет. Посещением бывшего ПТЛ, а сегодня индустриально-технического колледжа, Ерген Душаев остался доволен. В одном из старейших заведений райцентра в эти дни осваивают различные профессии свыше 300 молодых людей. Девушки и юноши выйдут из стен СУЗа поварами, газоэлектросварщиками, строителями, швиями. Специальная швия закройщица появилась в колледже в прошлом году и сразу завоевала сердца алгинских красавиц. За год обучения девушки научились мастерить праздничные наряды, а также шить повседневную одежду для себя. После выпуска многие студентки мечтают открыть ателье и заняться собственным бизнесом. Условия созданы в плане того, что оборудование модернизированное, компьютеризированное, швейные машинки, компьютер у нас специально завезли, что помогает в обучении учащихся, помогает в виде уроки производить, допустим, и им легче усваивать эти уроки. А это лаборатория, в которой готовят будущих поваров, кондитеров и официантов. Если одни студентки пришли сюда за тем, чтобы в дальнейшем связать жизнь с вкусной профессией, другие учатся лепить пельмени, печь пироги и сервировать стол чисто для себя, дабы прослась в кругу родственников будущего супруга отменной хозяйкой. Я люблю готовить. Мама с детства учила, вот я решила пойти на эту профессию. Вот у нас практика проходит, нам учителя объясняют, мы смотрим все это, проходим на практике. Далее в здании районного Акимата состоялась официальная встреча Ергена Душаева с местной интеллигенцией. Народный избранник рассказал о проделанной депутатским корпусом за год работе. Оценку ей дал простой народ. Он же высказал и пожелания на будущее. Пенсии бы побольше, цены поменьше. Сейчас у всех должно быть, просто, надо, работа должна быть хорошая. Вот заканчивает мой, например, ребенок, да, работы нет. Пенсионеры месяц не дают. Как на пенсии выше, надо освободить, кажется, мне надо. Молодежь пусть работает. У нас, наоборот, какие-то большие улучшения, особых проблем нет. Что касается больницы, допустим, намного улучшились условия. Я сама с Алматы приехала, уже три года живу, жалоб нет. Мне нравится Алга, нравится Октюбинск. Айсул Махмутова, Марата Кожанов, программа «Факт».